Три-два-раз, запись пошла. Помните эту еще камеру? Сколько я на ней влогов снял? Сейчас использую как микрофон. В общем, ребят, неожиданный видос для меня. То есть, все вот гениальные идеи, они именно приходят обязательно ночью, когда ты ловишь какую-то лютую мотивацию что-то снять резко, реанимировать какой-то свой проект, забытый, который в долгом ящике уже давно лежит. В общем, видео будет грустное, наверное, но с такой приятной грустью и немножко с философией. Я уверен, как и у всех, были вот такие места, где проводили львиную долю своего детства. У меня это был загородный бабушкин дом. Вот. Меня туда отправляли на лето, чтобы я там в компьютер много не играл и прочая вот эта штука. То есть, осознанное вот это вот детство, вплоть до 16 лет, я еще там на мотоцикле долгое время катался, прошло именно вот, скажем так, в локации, которую вы сейчас увидите. Был я там год назад, последний раз, и был я там как раз-таки перед продажей. То есть, бабушки не стало. Опять же, философия, что я и говорил. Близкие люди, они есть в нашей жизни, а потом, бац, они уходят. То есть, ну, так должно быть. В целом, видео, знаете, получилось скомканным. Я там сдерживал эмоции, хотя пару раз, ну, действительно пробивало на слезу. Ну, чтобы, скажем так, освежить память, там будут вставки еще из влога 2016 года. И, знаете, самый прикол какой? Вот бывает же такое, что ты забываешь голос умершего человека. А тут я его услышал. Ну, вот я услышал голос бабушки. Взрослый, серьезный ролик, вот так вот могу сказать. То есть, не про развлекаловку, а вот, короче, именно вот сейчас требует душа. Снят был он год назад, но почему-то вот, скажем так, взяв яйца в кулак, выложить решил вот именно сейчас, вот в 2 часа ночи, в 2023 году, в сентябре. И единственным траблом на видео был звук. Мы снимали без петлички, без микрофона, и было на постоянку слышание, шоркание объектива. То есть, когда он там фокус искал, вот, как я там не пытался чистить, все, скажем так, было тщетно. Но в любом случае, для меня этот материал смотрибельный. Я не знаю, как вам, опять же, тут, это больше не для масс, а, скажем так, для конкретно, для каких-то вот людей, для близкого окружения, кто был там со мной, для родственников и так далее. Ну и для себя, для памяти. Бабулька не оценит. Скажет, что, что, твой друг курит. Я скажу, я спортсмен. Я тебе говорю, ну не надо было буфер добавлять. Это всегда не с него. Не буфер вообще. Многое здесь поменялось, конечно. В один прекрасный момент я падал на мотоцикле, и этот обтекатель, ну, сейчас вроде как без дефекта, а, нет, хотя вот, осталось кассу. Это, ребята, все, все мое детство. Я снимал особо лоб, на самом деле. Ты сказала, все полить. Вот, мол, как? Чего я так поливаю, их поливаю? А как надо? Их надо пить пипец, как поливать. Ладно, напью. Дождь будет, сербалка. Получишь. Здесь деревья были. Тут грязки были засажены. Все мы тут снимали, огород поливали. Ну, когда еще, скажем так, бабушка была жива, вот, зимой ее не стало, и дом выставили на продажу. И моим долгом, как, ну, я сам для себя обозначил, что надо приехать и хотя бы сохранить какие-то воспоминания. Ну, вот, в каком вот они и виде вот сейчас именно остались, потому что дом продадут, а к чужим людям, ну, просто так не зайдешь. Типа, о, ребят, я тут все детство провел, можно тут посмотреть и так далее. то есть, ну, я не знаю, что это, короче, эмоции. Короче, приятная ностальгия. Изличная проблема. Он там, он всегда, короче, падал за бот. Просто это вот. Всегда траблы были, всегда их чем-то подпирали. Ну, все безусвязно. Ну, типа дом старый, как бы, он наполовину деревянный, наполовину кирпичный пристроен, но, как бы, все равно время дает о себе знать. Ну, тут поросят, кстати, были. Не знаю, просто на каких-то не замысловатых вещах внимание прибилить, но вот все равно все надо. Пусть это все хотя бы останется, да, на камеру в возрасте, там, с 7 до 16 лет. Ну, пробыл здесь, там, все лето. Игра не знаю. А сейчас мне уже 26, как бы, ну, время идет, понятное дело. Люди уходят, что-то разваливают, что-то поймают, что-то продают. Я всегда видит, говорит, о, ты, наверное, там у себя в Екатеринбурге живешь и не ешь ничего. А я приехал, вот такая харя, вешу 100 килограмм. Ну, как бы, ну, старый человек, да, понятное, мне ничего не объяснишь. Ребят, первый раз захожу за долгое время. Вот тут, конечно, все грязно, пыльно, но, опять же, вот тут печь была. Вот вместо, короче, вот этого стола стоял большой сундук. На этом сундуке вот тут вот скатерть даже та же осталась. Скатерть даже. Тут я картошку ел бабушке. Чёрное. Вот. Ну, дом деревянный. Видим полы. То есть, какие-то сваи падают, что-то там доски выгибают. Мы тут потолок делали. Тут потолок, кстати, в одно время падал. Ну, ещё это не было при детстве. Вот. Всё это как-то пытались ремонтировать. Всё делали. Вот. Тут кровать была. Сейчас папа уже, конечно, всё убрал. Более сделал такой товарный, продажный вид. Старался. Вот. Ну, и как говорится, я тут упираюсь головой в потолок. Сань, тоже не ударься. Отписаю. Ну, короче, как-то так, ребят. Тут прошло моё детство телик. Даже тот же старенький был. Я помню, его бабушка включала. Тут два динамика, да, вот как сейчас помню, с двух сторон. Ну, и просто было открыто окно. Она включала телевизор на всю. Ну, потому что, опять же, со слухом были проблемы. И, ну, просто вот. И телик слышали. Всё. Такая, типа, знаете, как бабушка автозвуки. Вот. У меня даже момент такой был, когда я разбивался на мотоцикле. Мне что-то там было лет... Ой, лет 14. Я просто вот там потихо, короче, переоделся. Лёг сюда. И такой, ну, бабушка лежала здесь. Я говорю, баб, я на мотоцикле разбился. Всё, тут же моментальная, короче, истерика пошла. Она включила свет. Живой, живой, целый. Всё, покажи, дай посмотреть. Вот. Ну, вроде как всё нормально. Вот, кто-то приехал. Ну, и хер бы с ними. Вот. Ах, спасибо большое. Вот он. Ты сейчас снимал, да? Ну, красава. Вот вспомнил свою молодость. Ну, кто-то знает, что чисто для себя. Потому что, ну, как я и говорил, дом сейчас уйдёт. Дом продадут. Неизвестно. Ну. Пока то некогда, то не даст. Я, я что-то видишь раз в год. Вот я о чём говорю. Я тебя увидел, думаю. Бегом, бегом. Потерь жарка. Я в жару что-нибудь не переварю. Ладно, ладно. Всё, закрывай тогда там всё. Да я закрою. Поехали. Вас сейчас провожу. Сын, не буду я сида включать. Ладно. Не надо. Там посоединять надо. Ладно. Всё, поясни. Я сейчас словил дикую мотивацию, когда посмотрел вот свои какие-то старые влоги, там, времён 16-го, 17-го года, 15-го. И подумал, блин, у меня есть все ресурсы, чтобы сейчас делать контент не хуже. Довольно-таки стала насыщенная и интересная жизнь в плане работы, там, какого-то досуга, который не стыдно показать. Но почему-то я это не показываю. Да, кто, например, смотрит за мной в Инстаграме, многие моменты видят. Но, скажем так, какие-то полнометражки, влог и так далее. Да, на это нужен запал, на это надо время, чтобы эмоционально как-то это всё подготовить, смонтировать, отдать на выкладку и так далее. Итак, друзья, давайте, ладно, грусть в сторону. Я, когда ещё там сидел, немножечко погрустил. Меня пару раз чуть не пробило, скажем так, на мужскую скупую слезу. Она была искренним, то есть, вот это вот, многие моменты, скажем так, вспомнились, нарисовались, как будто бы было вчера. Вот, но как вчера уже не будет. Спасибо большое.